Мур, привет друзья, с вами Зирько. Как вы знаете, мета в нашей игре изменяется стремительно. Порой в нее вливаются герои, которые подержат фастбану, а потом их нерфят так, что не могут вылететь с меты вообще. Поэтому я делаю быстрые обзоры на все классы в кратчайшие сроки. И если, конечно, это интересно зрителю, что я могу увидеть по лапкам под этим видео. Еще раз повторюсь, я беру статистику побед по серверам на высоком ранге, а не мое личное мнение. Мое мнение только в том, за счет чего эти персонажи в топе. Я считаю, что маги должны наносить много урона и желательно массового, также владеть контролем. Но большинство в этом топе скорее маги-убийцы. Селена. Селена так часто находится в бане, благодаря куче возможностей и ее навыков, среди которых мины, подсвечивающие кусты, длительный стан по противнику, быстрое перемещение и пока неиспользуемая телепортация к мине с помощью способностей прибытия. Вообще, Селена числится магом-убийцей, но массовый урон весьма невелик. С другой стороны, благодаря возможности за стан убивать соло противника, а также внесение этого стана на безопасном расстоянии, она очень опасна, когда с обеих сторон играют опытные игроки. На низких уровнях, как показала практика, хоть заубивайся врага, союзники найдут способ слиться. Харли. Харли это тоже маг-убийца. Очень подвижный, очень опасный и неуловимый. Дали Харли расфармиться, считайте дела плохи. Два стиля игры. Через ульту и посох молний, либо в полуадк, через перо или косу. Первый страшен тем, что инициировав ультой, у вас скорее всего не получится скрыться от рукастого Харли. Также, возможно, не сможете и забить его, поскольку в случае опасности, Харли мгновенно возвращается к шляпе в кустах или отпрыгивает с ускорением. Несколько реже играют как АДК, пользуясь мобильностью Харли, но я считаю этот вариант спорным. Люнокс. Еще один герой, который перманентно сидит в бане. Причиной тому ее невероятный урон в соло-цель и скорость КД ульты. Чем же опасна Токлюнокс? На старте она сложна в убийстве благодаря врожденному исцелению и защите. Во время светлой ульты становится бессмертной и словно имея очищение и неуязвимость, способна пережить любую атаку при должной реакции игрока. В ульте Бездны она совершает прыжок и становится смертельно опасным противником, раздавая первый навык со скоростью пулемета Максим, при определенной сборке практически игнорируя магическую защиту. Горд. Вернувшийся в мету старый маг. Его планомерно улучшали разработчики. Благодаря чистому урону и способностям легко стоит линию. Способен выдать групповое оглушение первым навыкам, а связка 2-1 ульта так положит и вообще всю команду. Почти не испытывает проблем с крипами и лордом в поздней игре по сравнению с большинством магов. Ульта, которая вследствие то ли багов, то ли отношений разработчиков сбивается ограниченным количеством контроля. Обратная сторона, он не столь подвижен как остальные представители этой топ пятерки. Алиса. Честно скажу, мне самому странно видеть ее выше некоторых магов. Но нельзя отрицать, что пассивка заменяет группу предметов, а значит можно сделать больше упора в предметах на атаку или добавить живучесть. Из-за хорошего расстояния выстрела первого навыка и его задержки в конце полета, Алиса выходит сухой из воды групповых схваток. Более того, чем больше противников, тем больше урона она нанесет своей ультой и тем больше исцеления получит. Желательно ей играть в команде с танком-контролером, с которым она может наделать беду. С другой стороны, если несколько противников купят антихил, то ей особо не разгуляешься. По скриптам. Если Харита в скором времени не понерфит, у него есть все шансы попасть в этот топ. На этой неоднозначной ноте я заканчиваю топ 5 магов. Если вам рубрика нравится, дайте знать своими лапками и комментариями, а если нет, используйте тот же механизм. Делитесь видео с друзьями и ампутируйте клешни. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!